Мои почтения, друзья. Значит, смотрите, сегодня решил немного поотвечать на комментарии. Вот, и вот один из комментариев, который мне как бы там немножко заставил меня призадуматься. Вот человек спрашивает, говорит, а чего это, говорит, ваши клинки такие толстые, как топоры? Ну, скажем так, я давно обращал внимание, что многие японские мечи очень толстые в обухе. И тоже задавался вопросом, почему, зачем нужно создавать клинок такой толщины. Вот, ну, потом я сам смог себе сам ответить на свой вопрос, потому что просто разобрался в устройстве японского меча. Значит, смотрите, тем, кто не знает. Кстати, меня очень часто спрашивают, как я долы строгаю. То есть все думают, что я строгаю их по каленому металлу. Так вот, смотрите, как устроен японский меч. Вот, линия зонной закалки, вот она проходит. И она идет твердая, там, скажем, ну, я не знаю сколько единиц, около 60 предположим. То есть это довольно-таки хрупкая структура. А выше идет уже как бы не каленый клинок, он там сырой, он мягкий. С ним можно все что угодно делать. Его можно гнуть, его можно пилить, его можно строгать, все что угодно. Он не каленый. Так вот, у клинков, которые рассчитаны на большую нагрузку при работе, а вот это два клинка, это еройдоси, переводится как пробивающие доспехи. То есть здесь уже изначально заложено, как бы сказать, большой объем металла для сопротивления вот этим вот нагрузкам упругим, гнущимся, или как оно там правильно называется. Поэтому эти клинки делались с большим запасом прочности. Потому что, допустим, его тяжело погнуть в руках в обычной жизни. Но поверьте, в драке, когда все на эмоциях, такую штуку погнуть аж бегом. Вот, поэтому клинки делались с большим запасом прочности. Вот, для того, чтобы повысить живучесть клинка, так сказать. Вот, потом, если, допустим, у него толстый обух, то подразумевается о том, что клинок, ну, как бы там, по своим углам, допустим, углы спусков, он может быть плохо резать. Например, он может быть заточен как зубило, предположим. Но я, прочитав этот комментарий, я почему-то так и подумал, что человек, раз считает, что здесь толстый обух, то кромка здесь тоже толстая, и она, в общем, она не режет так, как положено. Так вот, смотрите. Я не мерил тот клинок, но я мерил вот этот. Здесь примерно идет 19 градусов. Я мерил в угломере. Сейчас я ролик сюда вставлю. Вы посмотрите, это 19 градусов. Вот я угломер приготовил. Сейчас попробуем засунуть его сюда. Я уже, в принципе, померил там 19 градусов. Вот так. Ну. Вот я выстоял 19 градусов. Значит, вот увидели. У многих европейских ножей, которые сейчас делают, угол заточки может быть в два раза больше. Именно подвод вот этот вот. А здесь 19 градусов. То есть это считается, в принципе, очень хорошим углом. И у таких клинков нет подвода. Он идет чисто клин. Клин в ноль идет. То есть если это, ну как бы вам сказать. У этих ножей, у этих клинков есть один недостаток. Допустим, если клинок притупляется, его заточить очень тяжело. Потому что нужно стачивать вот эту всю поверхность. Когда я, я говорю, что я об этом догадывался, но когда мне прислали на переполировку клинок, там такой вот стилет японский, вот. Я его рассмотрел и понял, что выработка происходила по всей полоскостям у клинка. То есть получается, что если клинок подтупляется, его, то есть не делают здесь кромочку, а его полностью стачивают по сторонам. Вот так вот, убирая весь металл. То есть чтобы угол оставался постоянным. То есть если заложено 19 градусов, то есть его и так и стачивают под 19 градусов. Вот так вот. В этом-то и сложность, потому что подвести такой клинок очень-очень тяжело. Вот. Поэтому, я же говорю, что в домашних условиях, как говорится, не пытайтесь это повторить. Вот так. Поэтому, в принципе, у таких клинков очень неплохой рез. Я вам так скажу. Вот. Так, что я еще хотел добавить? А, не знаю, говорил нет. То есть что такое зонная закалка? Я же говорю, что я, честно говоря, боюсь повториться, потому что ролик длинный. Я уже не помню, что я там в начале говорил. Так вот. Если вдруг я этого говорил, ну повторюсь, потом вырежу. Ладно. То такое. Значит, смотрите. Зонная закалка. Значит, у нас кромочка идет каленая. Около 60 единиц. Почему именно 60 единиц? А не больше там или не меньше? Потому что это углеродистая сталь. Вообще, я же говорю, что тамахагани. Это углеродистая сталь. У тамахагани, в отличие от современных сплавов углеродистых, там неравномерно распределен углерод. Здесь углерод распределяют более-менее равномерно. Поэтому отсутствует необходимость его многократно перековывать. То есть складывать, сваривать. То есть распределяя углерод таким образом. Так вот. Этот самый. Кромка у нас идет каленая. Около 60 единиц. А обух у нас идет сырой. Поэтому после закалки я могу спокойно обрабатывать вот эти вот все поверхности. Скажем, нарезать долы. Делать хоремоны, например, там. Что еще? С обухом работать. Вот. Вот такое. Вот то же самое здесь. Поэтому меня, говорю, спрашивали неоднократно. Говорят. А как ты, говорит, долы там прострогал? Ты что там, мол, по каленному его этот самый? Я тоже, честно говоря, понимаете как? Я тоже, когда первый раз это увидел, тогда еще лет 5 назад, наверное. Я тоже увидел, что они закалили клинок. И потом мастер сидит, строгает дол. Я думаю, а как это он по каленному там? Что это за резцы у него такие? А потом понял ее по РСТ. Он же сырой там. Вот. Обух остается сырым. Вот. Понимаете? И вот что самое интересное. Когда я делал шотландский дирк, вот эти вот все работы я делал, как бы вам сказать, до термички. То есть прострогать долы это очень сложно, я вам скажу. Потому что надо их выдержать там. Ну, свои нюансы. И вот представьте, мне калят клинок. Его коробят при закалке. Мне его возвращает он кривой. Я его просто выбрасываю. Я понимаю, что огромная часть труда просто в мусорник улетела только что. У японцы обошли это все. То есть все основные работы у них делаются после термички. Потому что термичка это основной процесс. Как бы я считаю, что термичка это самый главный процесс в изготовлении. И вот она идет в самом начале. А потом все уже слесарные работы делаются потом. Потому что вот представьте, клинок не получился. Ну, блядь, что ну взяли, выкинули его. Или порезали там на сырье для будущих клинков, например. То есть очень удобно. Поэтому зонная закалка, я вам скажу, это свои плюсы она имеет. Потом, когда клинок я калю. Вот я его нагрел и в воду опускаю. И он вибрирует у меня в руках. Ну, это происходит очень короткое время. Но я понимаю, что он весь извивается там. И, соответственно, он застывает в таком положении, в каком он там был. Скажем, там очень часто вот такие клинки. Его достаешь с воды, он согнутый. И вот он очень легко рихтуется. Несмотря на то, что здесь очень твердая кромка. Она порядка 62 единиц. Она, считай, стекловидная. Это еще до отпуска. Причем, прошу заметить, до отпуска. И вот я ее вставляю между двух колодок. Таких вот стальных. Я это, кстати, рихтовал. Вот этот резцедержатель на токарном станке. Я вставлял между двух болтов в резцедержатель. И его рихтовал. И он очень хорошо гнется, рихтуется. Если бы клинок был бы полностью каленый, он бы просто лопнул бы. А вот у зонной закалки такого нет. Вот вам плюс. Поэтому рекомендую тех, кто там, скажем, хочет попробовать закалку делать. Рекомендую использовать зонно. Потому что получается обух у нас мягкий. И он как бы компенсирует вот это все дело. То есть очень удобно получается. Вот. Я же решил, что я на это обратил внимание. Теперь при возможности я закаляю клинки зонно. Вот. Это намного удобнее, чем, скажем, полная закалка. Потому что если у вас идет поводка, и при этом у вас высокая твердость, то есть очень тяжело уже рихтануть клинок. Вы начинаете по нему стучать. Получается микротрещина и все такое там. То есть вы человеку продаете, потом это все дело. И в итоге у него пол лезвия обламывается. Может и такое быть. И не исключено. В общем, в общем, вот так вот. Значит, смотрите, ребятки. Вот это я очень давно хотел вам показать. Вот этот ролик. Обратите внимание, что делает этот человек. То есть смотрите. Этот рихтовщик присутствует на всех соревнованиях по ТМС Гири. То есть если вдруг у мастера дрогнула рука, и клинок согнулся при ударе, то этот человек его рихтует. Вот так вот. Это еще один плюс зонной закалки. То есть клинки можно спокойно гнуть. Вот. И отсюда же идет еще один ответ на ваш вопрос. Почему клинки катан делают такими толстыми? Потому что чтобы он выдерживал нагрузки ударные и не гнулся. Вот так вот. Вот вам, пожалуйста, наглядный пример. Потому что я тогда с человеком переписывался. А он сказал, что такого не может быть. Ну, как видите, все может быть. В общем, ладно, ребят. Я надеюсь, немного мысль вам передал по поводу толщины. Вот. Что толщина это всего лишь компенсация за сырой обух. И на режущие качества это никак не влияет. Потому что клинок заточен как секционный нож хирургический. Вот. То есть нет подводов. И он, поверьте, они очень хорошо режут. Я уже испытывал его. Я не снимал, правда, это все. Потому что, ну, зачем? Для кого? Эти клинки все равно у меня в доме остаются. Кому я буду показывать, как оно режет? Ну, режут и режут, блядь. Даже если бы они не резали, ни хрена я как бы не расстроился. Потому что я даже больше чем уверен, что я и рубить ими ничего никогда не буду. Просто будут у меня храниться как сувениры, грубо говоря. Потому что я даже не представляю, что можно делать таким мечом, таким клинком, блин. Ну, я не знаю, подсолнухи рубить, что ли? Или капусту с буряками на заднем дворе. Поэтому пока лежат как сувениры у меня. Вот так вот, ребятки. Ладно, не буду вас мучить своими пустыми разговорами. И скажу так, что всем мира добра. Вот, всем здоровья крепкого. И удачи всем в творчестве.